Процитирую. Я посмотрела на первую реакцию наших американских партнёров. Первое, что сделала госсекретарь, сказала, что они, ну то есть выборы, нечестные и несправедливые, хотя ещё не получила даже материалов наблюдателей БДИПЧ. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу. Вы согласитесь вот с такой оценкой Владимира Путина? Я сегодня нахожусь в какой-то странной роли, я должен соглашаться или не соглашаться с речами Путина. Можно я буду оценивать деятельность Клинтона, Хиллари Клинтона, а не слова Путина? Можете оценивать? Я же, может мне просто кнопку нажимать, голосовать, да или нет? Я считаю, что Хиллари Клинтон, я безотносительно того, что сказал по этому поводу премьер-министр, я считаю, что Хиллари Клинтон и Госдепардамент, который она возглавляет, в очередь у нас показали бесцеремонность вмешательства в дела другого суверенного государства, в данном случае Российской Федерации. Мне, правда, непонятно, какие данные объективные о фальсификациях или о чем-то другом могут быть у нее на руках, когда этих данных нет даже в России, даже у оппозиции, которая митингует. Есть только видеоролики, снятые, из которых мало что можно понять, и разрозненные, не обобщенные, не суммированные данные. У них что, ЦРУ наблюдало, что ли, за выборами в России и уже представило аналитический отчет Госдепардаменту? Или это была заготовленная заранее речь, которая была бы произнесена независимо от исхода выборов? Поэтому мне лично плевать на то, что сказала Хиллари Клинтон, это не имеет ни малейшего значения. Если она полагает Россию Северной Африкой, она глубоко заблуждается. В России, несмотря на серьезное недовольство огромной частью общества политикой на местном уровне, неразвитостью инфраструктуры, чудовищным социальным расслоением и так далее, есть все-таки достаточно артикулированная, внятная, единая позиция по тому, что никакое иностранное государство не может вмешиваться во внутренние дела России. А как Вы считаете, последовавшие после выборов акции протеста, они шли при поддержке американского Госдепа? Нет, они не шли при поддержке американского Госдепа. У меня нет никаких данных так утверждать, так же, как, на мой взгляд, у многих нет данных утверждать явных, что на выборах были спальсификации. У нас есть свидетельские показания, которые надо проверить и перепроверить в рамках деятельности созванной, возможно, комиссии под эгидой парламента, может, при участии общественной палаты, обязательно при участии, как обвиняющей стороны, вот я хочу, чтобы в эту комиссию вошел Алексей Навальный, или был заслушан этой комиссией. Он пока сидит, он не может. Ну, когда выйдет там, не знаю, кстати, я за то, чтобы их всех освободили, потому что... Сейчас об этом поговорим обязательно. Потому что задерживать их, это просто создавать рекламное, такое, знаете, шоу для их политической раскрутки. Так вот, чтобы такая была комиссия, которая расследовала, может быть, за рамками ЦИК, может быть, при какой-то мандате, который даст ЦИК, понимаете, но обязательно законодательная структура федеральная, какие-то еще общественные организации, самые критически настроенные должны войти в эту комиссию представители организаций, которые считают, что были фальсификации. Должны быть представители другой точки зрения. И вот мандату этой комиссии я лично поверю. А мандаты людей, которые мне тыкают какими-то снятыми на мобильный телефон непонятными видео, я не поверю. Я допускаю, что это возможно было, как это возможно не было. Это абсолютно однозначно, как бы 50 на 50. Но при всем при этом, я хочу, чтобы был какой-то официальный институт, который будет иметь общественные полномочия, сказал, было или не было, и в каком масштабе было. А Хиллари Клинтон пусть заткнется до того момента, пока этот институт, или либо другой такой же, иной, авторитетный институт, общественный, не скажет, не выносит свой вердикт. Продолжение следует...